То, что касается продуктов, которые вызывают угревую сыпь или обостряют течение угревой болезни. Здесь на самом деле очень много мифов, очень много знаний, очень много опыта. Последние 40 лет бытовало мнение, что никакие продукты питания не могут вызвать угревую болезнь или способствовать тому, что она будет ухудшаться или стадия угребной болезни будет меняться в зависимости от продуктов питания. Из личной практики хочу сказать, что это не так. И большое количество пациентов отмечают улучшение процесса на коже благодаря той диете, которую мы прописываем. Что в последнее время увидела у Американской ассоциации дерматологов, это то, что они заявили с помощью публикации научных, доказали о том, что действительно уровень питания и та диета, которую мы ежедневно используем, влияет на возникновение высыпаний. В частности, одним из таких факторов является показатель уровня сахара или глюкозы в крови. Например, вот тот известный фактор, что если мы кушаем шоколад, сразу же это способствует тому, что появляются прыщи. Не сам шоколад, а тот уровень сахара, уровень глюкозы, который резко повышается в крови, он способствует тому, что выделяется инсулин. Это то, что всегда выделяется в нашем организме, как ответная реакция на выработку, на вспышку уровня глюкозы в крови. Инсулин выделяется для того, чтобы помочь клетке протолкнуть этот сахар, его утилизировать. И доказано уже многими научными исследованиями, что как раз инсулин, это есть гормон. Он как раз имеет огромное значение в угревой болезни. Поэтому вот через уровень сахара в крови существуют определенные диетические номенклатуры, связанные с тем, чтобы просто смотреть на гликемический индекс, так называемый. Сколько там сахара, какой показатель сахара в том или ином продукте. То есть если вы съели печеньку, гранола, бар, запили это все чаем из бутылки с лимоном сладким, или там кока-колы, не дай бог, то резко подскочил уровень глюкозы, резко подскочил, естественно, уровень инсулина, его становится больше в организме. И естественно понятно, почему уровень воспалительного процесса в организме будет выше. Это будет способствовать тому, что будет обострение. Поэтому сфокусироваться на том, чтобы использовать продукты питания с низким гликемическим индексом, это та первая рекомендация диетическая, которую мы рекомендуем пациентам с любым воспалительным процессом, в частности на коже. Американские ученые, они исследовали около 40 студентов. Как студенты сейчас питаются чем? Шоколадками быстро, мы сами такими были, да? Что-нибудь быстро перекусили, кока-колки выпили. Ну бутерброд это еще считалось там, если кто-то приготовил, да? А так что-то быстро на ходу. Сейчас тем более это очень легко сделать, да? Быстрее купить какую-то шоколадку, забросить ее, чем там где-то разложиться и съесть бутерброд. Так вот, эти американские ученые что сделали? Они взяли несколько студентов, которые совершенно по-другому питались. И в чем была связана эта диета? Они употребляли в течение дня фрукты или овощи, чтобы это составляло по объему 10 размеров с кулачок. 10 раз в течение дня это должны быть овощи и фрукты. Но нужно быть внимательным, у некоторых фруктов также высокий гликемический индекс. Поэтому это должны быть с низким гликемическим индексом фрукты и овощи. И уже в течение трех месяцев у этих студентов, у которых были акне, все студенты принимали участие, у которых была угревая болезнь, значительно улучшилась кожа. Они не говорят это по стадиям и так далее, не конкретизируют. Но показывая о том, что все-таки не стоит об этом забывать, вот было проведено такое исследование, это может сделать каждый из нас. Есть моменты элементарные, которые мы не замечаем, мы делаем это ежедневно, нагружаем систему и пищеварительную, и кровеносную, выделяя, просто с питанием, неправильно, не обращая на это внимания. День за днем, день за днем. Если мы дисбалансируем этот гормональный фон, мы получаем дисбаланс всего организма. Поэтому, начав меняться, я каждому своему пациенту говорю, любое заболевание, в частности кожное, оно говорит первое о чем, я что-то в своей жизни делаю не так. Ну, чаще всего, естественно, если мы не берем психологическую составляющую, чаще всего это я что-то неправильно ем, что-то неправильно пью, или не допиваю нужного, не доедаю нужного, или ем или пью что-то неправильное. И моя задача помочь пациенту в этом разобраться, для того, чтобы, по крайней мере, проанализировать и убрать лишнее, и добавить необходимое. Зачастую это тоже, что сегодня очень важно, получать необходимый ежедневный, определенный набор микроэлементов, где их набрать. Если мы съели шоколадку и запили стаканом Кока-Колы, а этому молодому студенту надо еще какую-то мозговую деятельность в течение дня проявить, а у него и аппетита нет, потому что, да, вот этот сейчас там гормональный, а глюкоза ему нужна. Вот он съел, что он там получил? Ничего. Это не только наличие вредных продуктов, которые способствуют, теперь мы понимаем, каким гормональным изменениям в организме, соответственно, нарушение всей регуляции пищеварительной системы. Но это и также отсутствие необходимого, правильно, для того, чтобы эта клетка родилась. Новая, полноценная, которая выполняет все свои функции. Подведя итог, хочу сказать, что даже если вы сконцентрируетесь только на том, чтобы контролировать уровень сахара в крови путем приема продуктов с низким гликемическим индексом, вы значительно улучшите состояние здоровья и состояние своей кожи. Это глобально, это много, но это такое хорошее активное начало для того, чтобы улучшить свое здоровье и состояние своей кожи.